Девушка, здравствуйте. Скажите, это ваша коляска? Да. А зачем вы ее вот так вот без присмотра оставили? Почему без присмотра? А ребенок, да, в коляске? Девушка, вы понимаете, что его могли украсть? Это наглядный пример того, как делать не надо никогда. Даже пустую коляску оставлять нельзя, могут украсть. А с ребенком тем более. Безопасность малыша превыше всего, говорят участковые. В октябре они снова зафиксировали всплеск краш велосипедов, колясок и другого движимого имущества. Здравствуйте, ваша коляска? Моя, моя, да. А почему вы без присмотра оставляете? Коляску, что ли? Ну, конечно. А вот я в ремонт обуви зашла, да и все. Ну, это понятно, вы в ремонт обуви зашли, а вот сейчас буквально две минуты эту коляску, если бы не мы, могли бы утащить. Если бы мы сейчас не проходили, неизвестно, что бы могло быть. Искали бы дальше эту коляску. Такие ситуации не редкость, рассказывает старший участковый первого отдела полиции Саранска Сергей Посудин. Жители города оставляют имущество без присмотра совсем ненадолго. Выходит, а его и след простыл. Но иногда детский транспорт крадут прямо из подъездов. На прошлой неделе была совершена кража коляски, которая была оставлена в подъезде жилого дома на площадке четвертого этажа, бесхозная. И гражданин, который склонен к совершению данного вида преступлений, решил, соответственно, поживиться. Взял ее коляску с целью потом дальнейшей ее продажи. Похитителя уже задержали. Им оказался житель соседнего дома, ведущий о социальный образ жизни. Продать коляску не успел, задержала полиция. Имущество владельцу уже вернули. Воруют, рассказывает участковый, либо дети, либо люди взрослые, которые ранее уже привлекались и состоят на учете. Еще один факт кражи был зарегистрирован в Ледовом дворце. Неизвестный украл коньки, которые ребенок оставил в раздевалке. Когда стало ясно, что имущество похищено, отец ребенка обратился за помощью в полицию. Сейчас похитителя уже разыскивают. Известно, что вход в раздевалку в открытом доступе, двери никто не закрывает. В связи с этим полиция предупреждает, со своим имуществом нужно быть более бдительными. Уважаемые граждане, от лица отдела участковых полномочных полиции, я убедительно прошу вас более внимательно относиться к своему имуществу. Убирать велосипеды, коляски, сейчас приходит зима, санки. Убирать в квартиры, на балконы, в подвальные помещения. Запоминать имеющиеся идентификационные номера на данных велосипедах, чтобы в дальнейшем, в случае, если, не дай бог, что-то произойдет, мы смогли легко найти и опознать. Сергей Посудин служит в полиции уже 10 лет. В этом году он вошел в пятерку лучших участковых Мордовий и, возможно, представит республику на всероссийском этапе. Мне моя работа нравится, потому что я пришел сюда, прекрасно понимая, с чем я могу сталкиваться, что это работа с людьми, люди все разные, в том числе и встречи встречаются много негатива, поэтому здесь необходимо быть психологически подкованным и устойчиво морально. В профилактике Краш Сергей Посудин использует всевозможные способы. Проводит беседы, расклеивает листовки и сотрудничает с домкомами. В некоторых домах действительно люди, например, после профилактических бесед проводят собрания, решают провести на одном из этажей, например, или в одном из подвальных помещений, что-то вроде колясочной, туда коляски, велосипеды складывают, закрывают на замок, ключи находятся только у тех, у кого, соответственно, имеется данное имущество. Вот, например, в этом доме на улице Косарева под велосипеды и коляски отведен балкон на 10 этаже. То же самое сделали и в соседних подъездах. Инициатива участкового помогла уже раскрыть пять из шести таких краж с начала года. Екатерина Шокурова, Игорь Гангаев, программа «Проишествие». Продолжение следует...